В этом видео мы с вами отправимся в сердце старого города, в порт Анталии, в старый порт в Анталии, Марина. Для того, чтобы туда попасть из Лимана, мы воспользовались обычным автобусом, номер которого KL08. Сегодня мы приехали в старый город, опять, в прошлый раз мы уже были в старом городе, но сегодня решили вернуться. И видно не зря, потому что тут перед 14 февраля какой-то концерт, надо только найти вход. Если только, конечно, туда пускают, в чем я знаю, вот там вроде есть проход, но там, говорят, нельзя пройти. Там играют музыку, что-то такое в турецком стиле, национальный. А вот там, по-моему, вход, не знаю, можно пройти бесплатно или нет. Сейчас будем разбираться. В общем, мы приехали даже не ради вот этого представления, мы о нем даже не знали, а приехали мы ради старого порта, чтобы посмотреть порт в старом городе. И для этого здесь вообще такое панорамное место. Здесь очень хорошо походить, просто по парку поснимать. И мы приехали посмотреть именно Марину. Моя подруга советовала мне взять на съезде и посмотреть порт в старом городе. Там очень красиво, много очень красивых кораблей, но там с той стороны тоже парка. Вот за монументом я вижу там сзади какую-то башню, не знаю, минарет это или не минарет. Там сзади еще мечеть. Но вот там мы были в прошлый раз, когда по старому городу гуляли. Сейчас пойду посмотрю, какой тут вид открывается, какая панорама. И потом нужно будет карту посмотреть, как, собственно говоря, пройти к старому городу. Вот такой вот вид красивый здесь открывается на крыше старых домиков. Все они здесь с такой черепицей, очень симпатичной. И мне вообще-то Тбилиси напоминает. Но в Тбилиси были немножко другие крыши. А это уже, что такое, Греция, Италия, Португалия, не знаю, с чем сравнить. Но красиво мне нравится. Давайте посмотрим, что здесь. Ой, как красиво вот эти пальмы. Они так живописно торчат из-за крыш. Я, на самом деле, в первый раз вижу такой пейзаж. Я не особо каталась по заграницу. Вон там внизу симпатичное кафе. Может, удастся посидеть, когда ограничение с ним. Может, с апреля. И вот дальше вот такой вид. Сейчас мы поснимаем старый порт. Порт в старом городе вот здесь вот сверху. Вот эту вот красивую панораму. Здесь вообще, на самом деле, можно спуститься. Есть один спуск слева. И есть спуск справа. Там есть лифт. Но он сейчас почему-то не работает. Поэтому нам придется пойти, обойти все это с правой стороны пешочком. И так уже в порт спуститься. Но вот панораму мы из-за сняли. Очень красиво. Вот сейчас начинаю подходить уже к Марине. Я уже замучивалась их, наверное, вот-вот-вот. Но хочется показать со всех ракурсов. И самой насладиться всеми этими ракурсами. Я вот не знаю. Это белые там вот две точки маячки и не маячки. Но я видела в Инстаграме, что вот именно вот в этих местах вот туда ходят. И вот там фотографируются. Вот я тоже туда хочу. Вон там плывет какая-то маленькая лодочка. Но, насколько я знаю, вроде бы сейчас не проводят экскурсии. Поэтому на лодочке покататься, наверное, не получится. Но зато получится насладиться вот этой необыкновенной красотой природы. Какая-то чистая, необыкновенно чистая вода. Не знаю, что здесь можно поймать. Но я думаю, всякого рода очень экзотическую рыбу Наверное, даже тунец можно поймать. Мужчины так активно тут рыбачат, что я думаю, есть ради чего... Ученая голос пропала. Теперь идем рассматривать кораблики. То, собственно говоря, ради чего мы сюда и приехали. То, собственно говоря, ради чего я сюда приехала. Мне моя подруга Алена, она тоже, как и я художник, сказала, что здесь очень живописно. И что здесь очень хорошее место для того, чтобы рисовать на открытом воздухе. Вот какая красота. Я боюсь упасть. Кто-то мне, он там подсказывает, что там крабы. Точно, вот там, в середине вот этого, не знаю, чего это, якорь или шина, или что, но там есть краб. А большой прячется вот там, вот пока... Вот, вот, я тоже его вижу, тоже его вижу. Не знаю, сейчас смогу его показать или нет. Надеюсь, мой телефон не упадет. Вот он, он там все растучит. Так видно, он то вылазит, то залазит. Огромный граф, просто огромный. Ну, пойдем дальше наслаждаться видом кораблей. Интересные у них такие названия. И дизайн тоже интересный. Как жаль, что нельзя на них покататься. Ну, вот, вроде бы, обещаю, что с мая, с апреля сейчас вот здесь снимут ограничения. И есть надежда, что можно будет уже приступить ко всем туристическим активностям, которые возможны здесь, в Анталии. Можно будет покататься и на кораблике, и съездить во все возможные места, и всякие там проглайдинг и тому подобное. Вот у этого прямо такой пиратский дизайн. Прямо устрашающий. И на нем, кстати, написано, что он продается. Вот сателик это продается, и там номер есть. Так что, кому интересно, вот продается вот эта красота. Сейчас я отойду назад, у меня там сателик что-то едет. Напугал меня, напугал. Вот там кафе, ресторанчики, которые работают только на вынос. Наверное, такой кофесок можно купить. Вот, продолжаем прогулку. Здесь иногда ездят мотоциклы или какие-то маленькие машины, и поэтому приходится отходить в сторону, так сказать, давать дорогу. Вот такие они симпатичные все. Ну, в общем, все они предназначены для экскурсий. И, как интересно, у них даже номера есть, как у машин. Я почему-то, кстати, об этом не задумывалась раньше. Оказывается, что у лодок тоже есть свои номера. Ну, откуда мне знать? У меня же нет в своей лодке, да? Я же не рыбачила. Какой красивый кадр. Прямо хочется остановиться, подойти и посмотреть. С погодой, конечно, мне сегодня повезло. Вообще, на этой неделе достаточно хорошая погода. Вчера было солнечно, хотя Google обещал дождь. Позавчера тоже было солнечно, хотя Google обещал дождь. И вот сегодня опять Google обещал дождь после четырех вечера. Но, как бы, по опыту двух предыдущих дней мне уже было не страшно. С учетом того, что дождь обещался и не проявился. И сегодня все равно отправилась в эту вот поездку, которую давно планировала, очень давно хотела сюда приехать. Сейчас вот этой точке захватим всю вот эту панораму. Здесь уже и город видно, и корабли с части их, с носовой части. Я, на самом деле, очень люблю кораблики. В свое время еще хобби было у многих. Собирать, продавались такие наборы, где можно было собирать разного вида кораблики. Либо деревянные, либо пластиковые. Это было очень интересно. И вот сейчас, когда смотрю на эти кораблики, то вспоминаю вот эти наборы, и что-то прям по ним заскучала. Пособирала бы с удовольствием. Вот, посмотрите, это рыболовные сети. Я никогда, никогда не рыбачивала сетями. Вот именно от такой лодки, вот с такими вот сетями, вот именно от такой рыбалки я мечтаю на самом деле и очень хочу на нее попасть. И это все мне очень нравится, если честно. Мне кажется, что рыбалка сетями гораздо интереснее, чем рыбалка удочкой. Потому что рыбалка удочкой, это надо вот долго сидеть напротив, на берегу, медитировать над этой удочкой, там читать мантры, чтобы нам рыба на тебя, рыба клюнула. А тут берешь, закидываешь свой невык, так сказать, и есть возможность поймать гораздо быстрее и гораздо эффективнее, с моей точки зрения, то есть много. Главное, чтобы тебе повезло, чтобы на тебя косяк пошел. Вот, и ты, может, так сказать, на этот косяк наткнулся. Какие же большие в Турции собаки с ума сойти. Вот. А вот там вот как раз сидит, по-моему, рыбак. Все-таки, да, это здесь рыбацкие лодки, и он чистит или перевязывает сеть. Что-то у меня какая-то новая любовь во мне просыпается к рыбалке с большей и с большей силой. Вот оно, заветное место. Вот он, этот маячок, который я видел в Инстаграме, во всяких СНС. И в Ютьюбе тоже. Здесь место для фотосессий и видеосессий. Ачаки летают. Сейчас я пойду на эти камушки. Наверное, останавливаю камеру, потому что мне будет сложно по ним. Мы решили пройти. до самого конца вот этого такого прибрежного кусочка каменного и посмотреть на вот эту красоту. Я не знаю, как правильно это называется. Рифы или клифы. Вот, но очень красиво. У меня такие ощущения, что мы даже не в Турции, а в какой-то Греции. Но с учетом того, что раньше здесь все было в Византии, то оно и понятно. Ну, в общем, вот этот пейзаж необыкновенно красивый и привлек мой взгляд. Сегодня я не очень-то интересными разговорами сопровождала все это путешествие. На самом деле, особенно здесь, когда идешь вот по этим вот камушкам и пытаешься не упасть. Очень трудно сосредоточиться и говорить что-то кроме ерунды какой-то. потом я еще забыла сегодня микрофон, поэтому голос только на микрофоне камера будет записан. Не знаю, очень хорошо будет слышно или не очень. Вот он, маячок. О, кто-то машет там. Еще раз напоследок, уже перед тем, как подняться по лестнице в старый город, сниму вот эту панораму. И вы можете видеть тучки, собирается дождик. Может быть, сегодня все будет так, как сказал гукол, и прольется дождик. Ну, красота. Субтитры сделал DimaTorzok